В Главном управлении ВДР по Саратовской области подведены итоги первого этапа межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Нелегал-2024», которая проводилась с 3 по 9 июня и была направлена на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства. Проведение мероприятия в общей сложности задействовалось более полутора тысяч сотрудников полиции, в том числе сотрудники областного управления ФСБ, пограничного управления ФСБ по Саратовской и Самарской области, Приволжского линейного управления на транспорте, Следственного комитета по Саратовской области, областной прокуратуры и при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Полицейским на территории области проверены крупные торговые, сельскохозяйственные и строительные объекты, кафе и увеселительные заведения, адреса временного пребывания иностранных граждан, организовано выставление дополнительных постов полиции на федеральных трассах региона. По результатам данной работы к административной ответственности за нарушение режима пребывания на территории России привлечено 550 иностранных граждан. Судами в отношении 71 лица принято решение об административном выдворении за пределы России. В отношении 183 иностранных граждан принято решение о запрете въезда на территорию РФ. Депортировано 2 иностранца. Полицейскими возбуждено 41 уголовное дело. 7 из них по статье 322 прим. 1 Уголовного кодекса РФ «Организация незаконной миграции». 3 по факту фиктивного приема экзаменов на знание русского языка. 2 по факту незаконной перевозки нелегальных мигрантов. Фиктивное отцовство, оформление фиктивных трудовых отношений. 34 уголовных дела возбуждено по факту фиктивной регистрации иностранных граждан. По двум фактам использования иностранными гражданами поддельных документов проводится проверка. Также за нарушение порядка осуществления трудовой деятельности к административной ответственности привлечено 103 иностранных гражданина и 49 работодателей, использующих труд мигрантов. По итогам проведенных мероприятий на право нарушителей наложено штрафов на сумму более 1,5 млн. рублей. Продолжение следует...